Ростом цен на жилье серьезно обеспокоены в Центробанке страны. Регулятор связывает это с возросшим спросом на так называемые длинные кредиты и с расширением списка участников программ льготной ипотеки. В Чувашии изменение цен на жилье, особенно в новостройках, остается в рамках коридора, определенного правительством и экспертами. При этом покупатели говорят о неоправданно завышенном ценнике на жилье. Татьяна Трофимова встретилась с теми, кто отважился взять ипотечный кредит. Вот она моя квартира, прихожая. Это зал. Черновая отделка, правда, здесь, но зато своя. Наталья Алексеева совсем скоро переедет в эту квартиру с двумя детьми. Ее мечта наконец-то сбылась. Она жила с родителями и всегда искала возможности приобрести свою крышу над головой. Случайно узнала о программе субсидирования первоначального взноса от ипотечной корпорации и больше не раздумывала ни секунды. Очень сложно накопить на первоначальный взнос сертификат. Мне очень помог внести первоначальный взнос по ипотеке. Мне ипотечная корпорация предоставила 426 тысяч. В этом году около 300 семей могут получить единовременную субсидию на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики выделено 555 миллионов рублей на развитие ипотечных жилищных кредитов. В рамках федеральной льготной ипотеки республика взяла на себя обязательство помочь семьям заплатить первоначальный взнос. В рамках этой программы, соответственно, мы помогаем людям не копить первоначальный взнос, он обычно 15% составляет, а именно за граждан заплатить этот первоначальный взнос за счет бюджетных средств. Эту программу мы запестили весной этого года. В апреле были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. В начале июня мы привели конкурсный отбор кредитных организаций, которые являются оператором реализации данной программы. Их у нас сегодня четыре. Это ипотечные корпорации Чувашской республики, Сбербанк, Росвельхозбанк и Промсвязьбанк. Правительство поддерживает не только тех, кто покупает, но и тех, кто строит. Застройщикам выделяют средства на инженерную инфраструктуру в новых микрорайонах. Региону на эти цели за четыре года выделят в общей сложности 505 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Бахтияр Вилиев, Юрий Марков, Республика.